Всем привет! Меня всё ещё зовут Саня, но если удобно, можете называть меня Мистер Бройлер. Сегодня я хочу рассказать про игру Star Wars Jedi Survivor, которая вышла год назад. Но не так, что буду перечислять её достоинства, недостатки, то-сё пятое-десятое, а в виде комментариев к тому, что про эту игру наговорили каналы Rebel и Саша Гольштейн. Именно их обзоры показались мне наиболее отвратительными и вводящими людей в заблуждение. Поэтому я и решил всё это преподнести вот в таком формате. Если быть точным, то я буду рассматривать только один обзор, обзор Rebel'а, потому что свой обзор Саша Гольштейн удалил, но вместо этого я нашёл другое видео, в котором он реагирует на обзор какого-то стороннего автора на эту же самую игру и, в принципе, повторяет там всё то же самое, что он наговорил в своём ролике. А перед тем, как начнём, сделаю важную оговорку о том, что с Сашей Гольштейном я очень давно знаком за пределами Ютуба, ну а Rebel'а знаю как бы по касательной из-за его связи с Сашей Ге. Так что обзоры этих двух людей попались мне на глаза не случайно. При этом против ребят я ничего не имею, не подумайте, но всё же не могу пройти мимо откровенной клеветы, из-за которой люди могут не поиграть в хорошую игру. Итак, первым препарировать будем Гольштейна, поэтому давайте послушаем его дебютный сомнительный тезис. Крутой открытый мир — это когда у тебя из шести заявленных планет три в принципе даже не претендуют на открытость и представляют из себя кишку разной длины. Ещё одна не открытая, но более-менее крупная, как в первой части планеты были, ну там плюс-минус. А те несчастные две планеты, которые всё-таки вроде как можно записать в открытый мир, сделаны методом. У нас есть огромный пустырь посередине, и от него несколько коридорчиков в разных направлениях. Гольштейн говорит, что в игре плохой открытый мир называя его огромным бустырём посередине и несколькими коридорчиками в разных направлениях. Во-первых, так можно назвать практически любой открытый мир в каждой второй игре, где он есть. Ну а во-вторых, Гольштейн явно не понимает, что такое метроид Ванния, и очень удобно для себя опускает то, что эти несколько коридорчиков приводят к большому числу локаций, которые сильно насыщены головоломками и просто нелинейно устроены, из-за чего перемещение по ним почти всегда подразумевает подключение головы. Но Гольштейну это опять же не по силам, потому что он и в удалённом видео сокрушался о том, что ему у бедняжки не поддаётся акробатика, и ещё про Jedi Fallen Order в своё время говорил, что там слишком много геймплея. Хотя его там ровно столько, сколько нужно не только неплохой метроид Ваннии, но и хоть сколько-то разнообразно и комплексно игре. Ну и конечно, Гольштейн, скорее всего в силу своего непонимания жанра и безразличия к чему-либо, кроме перемещения от катсцене к катсцене, умалчивает про то, что пустырь наполнен NPC, от которых можно услышать так называемые слухи. То есть взять дополнительные задания, выполнение которых одарит как некоторыми сюжетными подробностями, так и различными коллектаблс, предметами кастомизации и даже валютой. А ещё по этому неоткрытому миру, как говорит Гольштейн, можно перемещаться на ездовых животных, что, во-первых, прикольно, а во-вторых, само по себе говорит о том, что для ходьбы пешком тут слишком много всего. И всем тем, что я перечислил, ни капельки не пахло в предыдущей части. Такая вот заметная эволюция, которой может похвастаться далеко не каждый сиквел дорогой и успешной игры. Так, слушаем следующую мысль. Крутые персонажи, это когда у тебя компаньоны, которые с тобой почти не разговаривают, их даже нельзя просто с собой брать, куда тебе хочется, хотя они заявляются именно как компаньоны. Взаимодействие персонажей, это когда у вас компания главных героев собирается по-нормальному вместе только один раз перед самым концом игры. Ну, это вообще какая-то шизофрения. Если восприятие персонажей это чистой воды вкусовщина, то вброс про компаньонов, ну, просто детский каприз человека, который никак не может понять, что его любимые партийные РПГ от BioWare не то, на что другие игры обязаны равняться. Претензия, что компаньоны почти с тобой не разговаривают и их нельзя брать с собой туда, куда тебе хочется, но это вообще цирк. Гольштейн сам себе придумал игру, а потом расстроился, что респоун сделали не так. При том, что ничего другого они не обещали, как бы стопроцентному гику не казалось иначе. В общем, тут как нельзя лучше подходит его же собственная фраза. Значит, у тебя капец какие низкие стандарты, что я могу сказать. Это не грех, это пес с ним, ладно. Дальше мое любимое. На этом почему-то сыпятся многие российские контент-мейкеры. Или может быть норм то, что в игре, которую продают за 3-5 тысяч даже сейчас, разработчики поленились сделать следы от меча на стенах, что было даже в долбаном джедая уткасть в нулевых? Вся эта лоботомированная херня про цену в 3-5 тысяч рублей абсолютно ничего не значит по двум причинам. Первое, это то, что игра официально не продается в России, а второе, то, что на самых значимых рынках планеты игра стоит плюс-минус 70 долларов или евро, как и любая другая ААА игра. Мне, конечно же, не нравится, когда игры выпускают в плохом техническом состоянии. И то, что происходило с Джедой Сурвайвер на релизе, не исключение. Но как бы это ни было ужасно, такую дорогую в разработке игру просто невозможно продавать по какой-то другой цене. Вернее, издатель может сделать все, что угодно, понятное дело, но по очевидным причинам не станет ради картины мира Гольдштейна идти наперекор рынку. Так, погнали дальше. Послушаем, что еще нам расскажет месье Александр. Или может быть то, что Кэл Кэстис может идти по ровной поверхности, затем наступить на склон на 5-10 градусов, отличающийся от нее, и просто рухнуть, как будто там все натерто вазелином. И это не оптимизация, это просто не учтено при создании игры. Так что да, ты прав, русские инфопомойки, конечно, виноваты, но не в том, что не оценили шедевра, а в том, что не обратили внимание за плохой оптимизацией на то, насколько игра сделана на отвали сама по себе. Про то, что можно наступить на несколько градусов в сторону от поверхности, на которой ты находишься, и провалиться в яму, тоже бред. Я хоть и не понимаю, о чем конкретно говорит Гольдштейн, пруф это он не показывает, но подозреваю, что он просто криворукий, потому что у меня за 40 с лишним часов ни разу ничего подобного не происходило. Вероятно, это все из того же разряда, когда Гольдштейн несет хуйню про какие-то невидимые стены, и когда у него что-то не получается, то он пытается найти этому оправдание, но по факту просто не понимает жанр и, вероятно, видеоигры. Хотя странно, потому что я знаю наверняка, что он не прям уж казуал, который вчера взял в руки геймпад или клавиатуру с мышкой. Опять же, я играл спустя год после релиза, и к этому моменту игру сильно довели до ума, но Гольдштейн ведь говорит о том, что дело не в оптимизации, а в том, что игра сломана на фундаментальном уровне. Но я, хоть и не строитель, никакого испорченного фундамента не заметил. Ну ладно, погнали слушать дальше. Гольдштейн жалуется на то, что игру нельзя скачать с торрентов, чтобы решить, стоит ли ее покупать. Я напоминаю, игра на тот момент еще не взломана. Ты не можешь просто скачать версию с торрента, поиграть и потом решить, покупать ли это за 3-4 тысячи рублей, а потом уже обратно их как бы не вернешь, тебе приходится сразу покупать. Я против пиратства видеоигр, но никого за это не осуждаю. Каждый дрочит, как он хочет, однако для канала, который во многом базируется на видеоигровом контенте, это просто лютый зашквар такое говорить. Дальше Гольдштейн подвергает сомнению то, что Jedi Survivor — это самая большая игра по Звездным Войнам. На данный момент Jedi Survivor — вторая по величине игра по Звездным Войнам после СВ Тора. В который ты 100% точно играл, там еще камни можно было кидать. Ну да ладно, я хотел бы узнать, а по какому конкретно принципу ты определил величину игры? Ну типа квадратуру, локации, может быть кто-то посчитал, количество диалогов и нового контента, протяженность сюжета. Я бы хотел поднять вообще, по какому критерию была определена величина? По внутреннему ощущению сверка и желанию припизгнуть? Прикол в том, что Сювай таки стал второй игрой по Зв, но не по размеру, а по продажам в Steam, его обогнала только LEGO Skywalker Saga. Но у меня есть ощущение, что увидев заголовок на английском, где слово big было использовано в переносном значении, СВРок просто тупо додумал, что первым был СВТОР, потому что он, ну, ММО, и как бы он большой, и по определению, да? С другой стороны, а на что влияет конкретный размер локации? Ну, например, СВТОР, и правда, довольно крупный сам по себе, но в большей части локаций просто натыканы мобы и 90% своего прохождения. Если ты не занимаешься гриндом, а идешь сугубо по сюжету, ты будешь просто бегать из одной локации в другую, отбиваясь от одинаковых врагов, ради того, чтобы посмотреть катсцену или убить какого-то особого моба, которого нужно по заданию. Собственно, и всю вайве по сравнению с тем, что там напетушились разравы про открытый мир на шесть планет, в действительности оно точно такое же. Ты просто бегаешь по пустым локациям, убиваешь мобов, убегаешь от них, они респавнятся потом. Все. Как вы только что услышали, объясняет он это тем, что даже SV Tor, который из-за своего жанра нельзя не считать большой игрой, наполнен однообразным говном, которое человек даже не заметит, если просто пробежит по сюжету. И это снова выдает в нем видеоигровую киску, которая никак не может привыкнуть, что сейчас не условный 2009 год, и многие игроки хотят проводить своих любимых игрок как можно больше времени из-за геймплея и общих ощущений, которые дает тот или иной тайтл. И если Гальштейну хочется бегать исключительно по сюжетным заданиям, и как мы уже выяснили, желательно с минимальным нажиманием кнопок и отключением головы, то это не значит, что всем так же. Ну и хотелось бы услышать пример большой игры, которая удовлетворяет Гальштейна, но только не какой-нибудь Ведьмак 3, потому что это прозвучит глупо в контексте сравнения с Джедой Сурвайвер. Но опять же, Гальштейн в душе не подозревает, что такое Метроид Вания, и поэтому вряд ли понимает разницу. Дальше Гальштейн анализирует фидбэк по Джедой Сурвайвер. Но есть все равно определенная прослойка людей, которые по-любому проект заценила и оценила более положительно. Зачастую это, скорее всего, те, кто не играли в игру по-настоящему, а прошли, допустим, игрофильм посмотрели, или прохождение, или стрим какой-нибудь посмотрели по игре, им игра в целом зашла, они не знают, что это душнейшее, скучнейшее, технически слабое, бредятина. Он говорит, что игру в основном ругают, но есть и те, кто поступает ровно наоборот. По его мнению, вторые не играли в игру и посмотрели так называемый игрофильм. Это, кстати, такой же зашквар, как и жаловаться на то, что игру нельзя скачать с торрентов. Пусть и не игровой, но тесно связанный с играми канал легитимизирует игровой куколдизм. Я не пытаюсь оспорить сам факт, что люди смотрят катсцены отдельно от игры, или просто смотрят чужие прохождения, хоть сам лично и плохо к этому отношусь. Но это прям позор использовать что-то подобное как аргумент в свою пользу. И, конечно же, это не имеет ничего общего с действительностью. Хотя бы потому, что я сам прошел эту игру с большим удовольствием и предоставил вам пруф. Прямо следом Гольштейн заявляет, что техническое состояние Jedi Survivor нельзя сравнивать с Cyberpunk 2077, потому что польский долгострой якобы работал на PS5 в отличие от игры Respawn. Понимаете, прикол в том, что Cyberpunk на PS5 как раз таки более-менее работал. Да, были баги, было какое-то эмульцо, но сравнивая с версией для PS4, это вообще земля и небо. Можно было просто сказать одну цифру, другую, и была более-менее вменяемая фраза. Но если верю, это слишком сложно. Для него, он говорит, на PS5 два месяца играть было невозможно. Я играл 50 часов на релизе в Cyberpunk. Нет, я же на самом деле играл часов 5. И могу сказать, что в PS5 действительно были проблемы. Допустим, там, не знаю, враг мог умереть и начать летать вот туда-сюда по комнате. Но это не было критичным, это не было настолько плохо, как Survivor на самом-то деле. Но почему-то мягко обходит тот факт, что Cyberpunk изначально анонсировался на PS4, тогда, когда PS5 еще попросту не существовало. При этом, Jedi Survivor не вышла на PS4, и в целом такое сравнение этих двух игр более чем неуместно. Но раз уж он взялся, то просто глупо не обратить внимание на то, что Cyberpunk был не просто забагован, а как раз таки сломан на фундаментальном уровне, в отличие от Jedi Survivor, где Гольштейн просто не разобрался и стал истерить. Я, кстати, боюсь представить, что с ним случится, если он увидит карту из Metroid Dread. Наверное, будет говорить, что в этой игре невидимые стены, которые мешают ему перемещаться так, как вздумается, а не так, как предусмотрено игрой. Дальше пройдемся по аргументам Ребела. Как я уже говорил в начале видео, он связан с Сашей Гольштейном не то дружескими, не то какими-то более тесными отношениями, потому что зачастую их мнение как будто бы одно на двоих, в том числе под Jedi Survivor. Ребел даже в своем обзоре ссылается на Сашу Гольштейна и вообще никак не скрывает то, что они не незнакомцы друг для друга. Так что не подумайте, это не какие-то мои домыслы и не инсайдерская информация, а общеизвестный факт. Но что если я вам скажу, что на самом деле оптимизация это одна из меньших проблем игры и она наоборот спасает проект от полного разгрома. Ведь сейчас большинство людей, что на ПК, что на консолях не имеют возможности нормально пройти Survivor и предпочитают посмотреть игрофильм на ютубчике, по которому нельзя понять, что из себя представляет игра на самом деле. Блин, Ребел прям решил начать с этой сраны про игрофильмы. Не хочу прям дотошно придираться к тому, что он, как и Гальштейн, считают такой способ потребления видеоигр хоть сколько-то оправданным, но все же еще раз оговорюсь, что для автора, который хотя бы как-то строит свое творчество на видеоиграх, это смешно, постыдно, а самое главное вредно. В большей степени для той непритязательной части аудитории, которая не хочет критически осмыслять слова тех, на кого они подписаны. Ладно, поехали дальше. А что же такого плохого в продолжении серии Star Wars Jedi? Да, абсолютно все. Графика, анимации, геймдизайн, локации, геймплей, сюжет. Что из этого не возьми, все исполнено на самом низком уровне. А говорю, что как и в случае с Гальштейном, я не имею ничего против, если ребятам игра просто не понравилась. Но совсем другое дело, когда это преподносится под видом некой экспертности и, мягко говоря, сбивает людей с толку. То есть, обзор еще не успел начаться, а Рэбл уже закидал зрителей терминологией, знание которой, видимо, должно придать его словам большего веса. Но по факту, человеку просто что-то не понравилось или же он что-то не понял, но посчитал себя экспертом и нассал людям в уши. Что же до консольщиков, в недавнем письме Респаун сказали, что, мол, игра выпускалась в первую очередь для консолей и что на ПК сложно оптимизировать игры. Значит, версия для консолей должна идти хорошо, да? Мой друг проходил игру на PS5. В начале несколько раз игра сворачивалась, при этом терялся прогресс. Персонаж проваливался сквозь текстуры, застревал в них. Игра крашилась более 10 раз за все прохождение. Ну а количество различных визуальных багов не дается подсчету. Ну, тут вы сами все слышали. Все еще не успев начать обзор, Ребл критикует Jedi Survivor за то, что она мало того, что плохо работала на ПК, так еще и не лучше себя чувствовала у его друга на PS5. И это при том, что разработчики игры, как говорит Ребл, публично оправдывали плохое техническое состояние на ПК тем, что в первую очередь игру делали для консолей. Но Респаун хоть и не правы в том, что вот так открыто принизили одну из платформ, на которой вышла игра, но все мы понимаем, что каким бы дорогим и навороченным не было железо, из-за множества его вариаций игры часто работают как попало. И маловероятно, что когда-либо это изменится. Все-таки сделать игру для двух железок в лице PS5 и Xbox Series куда проще, чем заставить ее безукоризненно работать на бесчисленных сочетаниях комплектующих ПК. Ну а друг этот, у которого все было плохо на PS5, это, если что, Гольштейн. И как бы окей, я верю, что у Александра действительно были какие-то проблемы, но у моего друга, который тоже играл на PS5 в то же самое время, ничего подобного не наблюдалось. Можете не верить, посчитать это постановой в пользу моей позиции, но тем не менее, делюсь с вами пруфом. Ну смотри, я же на старте играл, просаживался FPS на катсценах после перехода, ну, с геймплея на катсцены сильно просаживался, прям вообще лихо. А по карте в основном не фризило, так, местами. Дальше Rebel жалуется на плохую картинку, которая, как я понял, все-таки имела место быть в ПК-версии, но со временем была улучшена. Правда, я не думаю, что она была настолько плоха в те моменты, когда разрешение не падало, так что утверждение Rebel о том, что графика в целом здесь хуже, чем в Fallen Order, кажется мне сильно преувеличенным. Графика. Будем опираться на лично мой опыт. Заранее извиняюсь за картинку, она взята со стрима, а инет у меня слабый, поэтому и битрейт был низким. Я проходил игру на высоком пресете графики в разрешении 2К, и это выглядит просто ужасно. В пропавшем обзоре Гальштейна, кстати, звучала похожая мысль, при том, что он играл на PS5, но она ужасно субъективна и не выдерживает никакой критики. Да, еще раз оговорюсь, что сам я не видел, как выглядела игра сразу после релиза, но не думаю, что патчи ее как-то кардинально изменили. Сейчас же игра выглядит потрясающе. Настолько, что я все прохождение не мог налюбоваться ее масштабами, архитектурой, уровней и в целом огромным количеством деталей, которых и близко не было в Fallen Order. Вот буквально выходишь с корабля на Коба и каждый раз охреневаешь того, какое здесь все большое, величественное и живописное. Но при этом у игры иной Art Direction, из-за чего тому же Гольштейну субъективно может казаться, что графика первой игры превосходит своего наследника. У меня такое произошло со вторым человеком Пауком от Insomniac, который очевидно превосходит первую часть по качеству визуала, но именно стилистика мне больше нравится в первой игре. Тем не менее, это не повод остервенело доказывать, что Респоун или те же Insomniac дурачки, которые обманывают игроков, делая свои сиквелы Послушаем, что еще не понравилось Ребелу. В игре, по сути, есть два вида геймплейной активности платформинг и соус-лайк боевка. Как вы уже догадываетесь, поломано и то, и другое. Начнем с платформинга. Как можно сломать такую достаточно простую вещь? Ведь в Сурвайворе платформинг простой. Ну, для этого надо сделать отвратительное управление, из-за которого персонаж может прыгнуть в противоположную сторону от той, в которую ты указывал. К тому же игра не поощряет попытки игрока пройти игру не так, как задумывали авторы. Для этого есть разные уловки. Например, невидимые стены. Также нельзя находиться слишком долго в воздухе, при этом смещаясь по вертикали вниз. Начинает темнеть экран, сердечко Кэлла не выдерживает, и он умирает. Но самым ублюдским ограничением является урон от падения. Я не понимаю, как он рассчитывается, но иногда происходят дико комичные моменты, когда персонаж умирает от падения с высоты в пару метров. Он говорит, что в игре две основные геймплейные активности платформинг и соус-лайк боевка. И то, и другое, по его мнению, поломано, но по факту тут та же история, что и в случае с Гольштейном. Рэббл не понял, как построены уровни в этой игре и, вероятно, не знаком с жанром метроидваний, иначе бы не удивлялся тому, что платформинг, как и в целом исследование мира, построено вполне конкретным образом, понимание которого можно назвать ключевой механикой, которую так же, как и боевую систему, нужно изучать. Ну а урон от падения это банальное ограничение, через которое, в том числе, ты методом проб и ошибок понимаешь, как взаимодействовать с игрой. Такое было даже не в далеких от Гольштейна и Рэббла метроидваниях, ну и, например, в трилогии Принца Персии. Про боевку Рэббл говорит, что она не информативна и на среднем уровне сложности ощущается хуже, чем на более высоком. Но это еще цветочки по сравнению с боевкой. В свое время я четыре раза прошел Павший Орден, в том числе и на Грандмастере Джедая. В игре были проблемы с анимациями боя, но вот Сурвайвер в этом плане гораздо хуже. Игру на среднем уровне сложности проходить сложнее, чем на максимальном Павший Орден. Дело в том, что анимации абсолютно не информативны. По ощущениям это примерно как играть через облако с плохим интернетом. Тебе словно показывают картину на 300-500 миллисекунд опаздывающую от реального положения дел. Противник еще только заносит руку, чтобы ударить. Но по факту ты уже попал под удар и не можешь уклониться. Это дико фрустрирует. Тебе кажется, что геймпад сломан, ведь уклонение не работает. Не исключаю, что на релизе этот аспект не был доведен до ума, но в моем прохождении как раз на среднем уровне сложности у меня не было вообще никаких проблем с поединками. Все ощущалось интуитивно и естественно. А более сбалансированная сложность в сравнении с Jedi Fallen Order вместе с отличным импактом сделали для меня боевую систему этой игры чуть ли не эталонной. Следующее спорное утверждение то, что в игре плохие анимации, которые не тянут даже на уровень игр 2010 года. Анимации, движения, ударов и так далее. Даже если мы говорим просто о визуальном исполнении, а не о геймплее, тут тоже все плохо. Хорошие анимации в игре в основном это те, что были перенесены без изменений из Павшего Ордена. Также есть несколько неплохих анимаций для меча с гардой. Все остальное не тянет даже на уровень игры с 2010 года. Я согласен, что и анимации бега, и анимации отскока от поверхностей, и даже некоторые удары в определенных стоек странные. Пожалуй, можно было лучше, но с другой стороны я довольно быстро к ним привык. И даже осмелюсь предположить, что они сделаны неподлинно реалистично, а карикатурно, чтобы метроидванский геймплей не выглядел пресно. Но опять же, лично я довольно быстро все это схавал и стал получать удовольствие. Если Рэббл нет, то это его право и за это его уж точно обсуждать не могу. Вот мы и подобрались к пункту, в котором Рэббл, так же как и Гольштейн, жалуется на бесполезность больших планет. Локации. Если без спойлеров, они просто ужасны. В игре есть пара больших планет и несколько маленьких. Те, что поменьше, устроены примерно как локации из Павшего Ордена. Конечно, со своими поносными моментами. Что же до больших планет, они максимально однообразны. Это смесь пустынных локаций, болот и металлических коридоров. Ничего другого здесь просто нет. Вполне возможно, что они обсуждали это в постели, поэтому и настолько одинаково относятся к этому аспекту и одинаково не понимают, как делают локации в метроидваниях. Это не просто хамство, не подумайте. Я просто реально знаю парочки и даже семьи, где точно так же у обоих партнеров одно мнение на двоих. По факту же, Рэббл и Саша просто не видят в этом красоту, которая лично меня, как я уже сказал, заставляла чуть ли не с отвисшей челюстью сидеть каждый раз, когда я высаживался на Коба. Да и на Джеду, что уж тут. Ну а то, что Рэббл говорит про знаменитую проблему опенворлдов, когда ты не знаешь, куда идти, это вообще пиздец. Подтвердились мои худшие опасения. Открытый мир это просто пустые локации, в которых раскиданы кучками мобы. Больше тут ничего нет. Зато благодаря опенворлду в игре появилась знаменитая проблема, куда мне, блин, надо идти. И как же хорошо, что у нас есть специальный маркер, показывающий точный путь. Хотя нет, ведь он постоянно показывает не то направление и водит кругами по локации. Знаменита она, судя по всему, в каких-то особых маргинальных кругах Ребела, потому что игры с открытым миром очень популярны и в целом люди не жалуются на то, что им непонятно, как по ним перемещаться. Я вот сам люблю такие игры, многие прошел и вообще не могу вспомнить ни одного примера, где мне было сложно ориентироваться. Jedi Survivor не исключение, но опять же, это не классический опенворлд, а метроидвания и лично у меня не было подобной проблемы. Карта здесь очень интуитивная и очень понятная. Я по ней даже всякие тайники и неочевидные места находил довольно быстро, не говоря об основных заданиях. Единственное, иногда не очень было понятно, как преодолеть то или иное препятствие, но только из-за того, что требовалось раскусить какую-то хитрую последовательность акробатики. Дальше Rebels снова вбрасывает что-то про ссаный платформинг, которым забита большая часть игры, но я это называю непримитивным геймплеем. И мне не показалось, что игра как-то не так комбинирует сюжет, платформинг и боевые эпизоды. Вы думаете, это все? Нет, ведь на этих локах прекрасно выстроено соотношение платформинга и боевки. Это абсолютно нормально, когда ты занимаешься унылым однообразным платформингом часа три подряд, одним ссаным платформингом без капельки сюжета и уже готов душу дьяволу продать за возможность подраться с кем-нибудь. И тут начинается секция с боевкой, в ходе которой на тебя идут бесчисленные волны врагов, и ты уже не знаешь, чего просить у бога, ведь и боевка, и платформинг реализованы так ужасно, что хочется повеситься. Рэббл, кстати, все же упоминает слово метроидвания и даже сравнивает Джеду Сурвайвер с самой известной игрой в жанре Symphony of the Night, но я больше чем уверен, что в классику Канами он не играл. Метроидвания. Я бы не применял этот термин к игре, учитывая, как сильно Сурвайвер пытается тебя ограничивать в действиях. Скорее, это не метроидвания, это постоянное насильное возвращение к локациям. Как выглядит нормальная метроидвания, например, Кастальвания Symphony of the Night. Про сюжет ничего говорить не буду, потому что не хочу спойлерить. Скажу лишь, что он просто нормальный. Ни плохой, ни потрясающий, а просто крепкий. Наверное, в первой части мне он все-таки больше понравился, но и здесь за ним вполне интересно наблюдать. Он отлично поставлен и написан. Особенно диалоги. Каждый раз заслушивался тем, как Кэл общается с тем или иным персонажем. Ну и актерская игра тоже на высоте. Осмелюсь даже сказать, что она намного лучше, чем во многих недавних АА-релизах. А, ну и подвязка к новомодной эпохе Звездных войн под названием High Republic мне тоже понравилась. Она очень уместно и гармонично встроилась в общую канву повествования. И еще грамотно продолжила то, что придумали в Jedi Fallen Order. Там тоже все держалось на исследовании всяких древностей и тайн прошлого. Что, кстати, дико мне нравится и хочется, чтобы серия и дальше за это держалась. Ну и еще скажу, что в игре потрясающая кастомизация. Настолько, что я чуть ли не каждый новый сюжетный эпизод проходил в новой одежде и с новым цветом светового меча. Само же бессменное оружие джедаев, а вернее сборка уникальной рукоятки, здесь настолько кайфовая и подробная, что это уже просто какое-то джедайское порно. Ну и справедливости ради, напоследок отмечу, что даже сейчас и даже на PS5 в игре встречаются баги. Грис перед полетом иногда встает в Т-позу, а какие-то случайные объекты местечково проваливаются сквозь текстуры. Но этого настолько мало, что можно даже не заметить. В общем-то, это все, что я хотел сегодня сказать. Джедай Сурвайвер это отличный сиквел отличной игры, который выглядит намного интереснее большинства безопасных продолжений вроде Гаду Фор Рагнарёк и Спайдер-мен 2. Ну и напомню, что если вам что-то интересно, то всегда лучше прикоснуться к этому своими руками, а не слушать челиков с Ютуба, даже если у них много подписчиков и в ваших глазах они имеют какой-то авторитет. Ну все, всех люблю, целую и обнимаю. Пока!